Нашествие министров на Академию Рисунок к статье В фото пресс-службы правительства РФ вчера в Большом зале Президиума Российской Академии Наук начала работу Общее Собрание Членов Иран Протокольная, казалось бы, повестка дня, обсуждение хода реформы РАН и основные научные результаты 2014 года, таила и внутреннюю интригу Недаром это мероприятие посетил и выступил перед членами Академии Наук глава правительства РФ Дмитрий Медведев Одна маленькая деталь, официально начавшееся вчера мероприятие называлось именно так Общее Собрание Членов Российской Академии Наук До начала реформы Академии Наук в 2013 году эти ежегодные встречи именовались короче, Общее Собрание Иран Нюанс, который подчеркивает, что в работе Общего Собрания теперь не участвуют представители научных институтов РАН, не академики или члены-корреспонденты Тем не менее главную интригу Общего Собрания поддерживало то обстоятельство, что неизвестно было, кто из руководителей государства и правительства посетит это мероприятие По сведениям НГ из информированных источников, приглашены были все первые лица государства и правительства Их явка или не явка, в лучших традициях кремлинологии, рассматривалась многими членами РАН как сигнал, позитивный или негативный, от властей В итоге явились помимо премьера и вице-премьера Аркадий Дворкович, он курирует в правительстве реформу РАН и всю научную сферу страны Министр образования и науки Дмитрий Ливанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр открытого правительства Михаил Абызов и руководитель Федерального агентства научных организаций ФАНА, Михаил Котюков Солидный перечень Для министра Ливанова, например, это вообще дебют на заседаниях общего собрания РАН До этого Дмитрий Викторович ни разу не был ни на одном заседании президиума или общего собрания РАН Да и Дмитрий Медведев в конце своего выступления заметил, что последний раз присутствовал на собрании РАН 10 лет назад, будучи руководителем администрации президента РФ Наверное, руководство страны должно чаще это делать, поэтому сегодня за этим столом сидит беспрецедентное количество министров Думаю, что так должно быть и впредь, минус подчеркнул глава правительства Выступив, премьер покинул общее собрание Вслед за ним потянулись и все министры Это был просто протокол, формальность, минус заметил в беседе с корреспондентом НГ один из академиков После перерыва в зал заседания вернулся один из беспрецедентного количества министров Михаил Котюков Выступление руководителя ФАНа было насыщено статистикой 249 проверок подведомственных научных организаций Выявлено 922 нарушения Много внимания Михаил Михайлович уделил изменению нормативной базы, бюджету, зарплатам, инвентаризации, кадровой политике Апофеоз работы ФАНа за год проведено 400 совещаний, в которых участвовало более 5000 человек Этот отчет я уже слышал, минус поделился с корреспондентом НГ своими впечатлениями от выступления руководителя ФАНа еще один участник общего собрания И в этом, другой интригующий момент вчерашнего заседания общего собрания членов РАН Ведь взаимоотношения РАН и ФАНа, основной камень преткновения, он же, краеугольный, реформы академической науки в стране Так, заместитель президента РАН Владимир Иванов накануне собрания в одном из интервью заявил В начале реформы ставилась задача освободить ученых от управленческих функций, передав их в специальную структуру, ФАНа Однако на деле ситуация в лучшую сторону не изменилась Более того, теперь не РАН, а агентство пытается заниматься несвойственными ему функциями, управлять научными исследованиями Причем мнение РАН далеко не всегда воспринимается Не случайно и президент РАН Владимир Фартов на вчерашнем заседании подчеркнул Правительство пошло нам навстречу и, по существу, удовлетворило все наши предложения по вопросам разделения компетенций между ФАН и РАН НГ Три дня назад вице-премьер Аркадий Дворкович провел в Белом доме согласительное совещание по соответствующему поручению президента Были юридически закреплены предлагаемые академией нормы по разделению Я хотел бы от вашего имени поблагодарить Аркадия Анатольевича за эту помощь нашей академии наук Вот и Дмитрий Медведев во вчерашнем выступлении перед академиками поддержал инициативу президента РАН Владимира Фартова о принципе двух ключей в управлении институтами РАН Я думаю, мы сможем создать нормальную рабочую схему То, что президент РАН призвал разграничить полномочия между РАН и ФАНа, я полностью поддерживаю Богу, Богову, Кесарю, Кесарева, минус согласился Медведев Мало того, Медведев допустил возможность корректировки реформ РАН Так и заявил, конечно, могут быть коррективы, потому что реформы нужны не ради реформы, а ради науки Самое главное, чтобы наши ученые и в этот непростой период продолжали получать результаты мирового уровня За этим-то, судя по выступлению президента РАН Владимира Фартова, дело не станет В институтах Академии, переданных ФАНа, сегодня работает всего 14% ученых страны, которые дают 55-60% публикаций, которые заметны на международном научном ландшафте, минус сказал Фартов По его словам, доля заявок ученых из институтов Академии в последнем конкурсе Российского научного фонда составила лишь 35%, однако доля выигранных иммигрантов составила 65% Российская Академия наук по общей эффективности находится на третьем месте в мире, а по удельной эффективности – на первом месте в мире И это правда Стоит только заметить, что система отслеживания наукометрических показателей, в частности количество научных публикаций в реферируемых международных журналах, достаточно инерционно Так что показатели публикационной активности российских ученых, о которых говорит Владимир Фартов, по существу, связаны с результатами, полученными как раз накануне начала реформы Академии наук Спрашивается, а стоило ли вообще задевать эту реформу? По крайней мере в той форме и по тем мотивам, по которым она сейчас и проводится Продолжение темы